Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Надеюсь, у вас сегодня хороший день. Подпишитесь на канал, где уже 74 тысячи подписчиков, поставьте лайк. Мы посмотрим сегодня на графики по биткоину, подумаем, что может произойти. На криптовалютном рынке пока особо ничего интересного не происходит, но я переключился на фондовые, покупаю акции, купил фейсбук. Там по некоторым активам случился пролив на фондовом рынке, и я пытаюсь воспользоваться этой возможностью. Но теперь давайте перейдем к техническому анализу по биткоину. Откроем графики. Ну и как вы видите, на четырехчасовом таймфрейме биткоин все еще остается внутри этого канала, о котором я уже несколько дней говорю. Биткоин отталкивается от нижней границы 28500 и идет к верхней границе на уровне 31 тысяча долларов примерно. Ну и что, конечно же, происходит, как воспринимает аудитория все эти движения. Как только биткоин выходит на 30 тысяч долларов, все рассчитывают на то, что будет сейчас to the moon. Но когда биткоин опускается на 28 тысяч, то у многих начинается паника. Но я вообще остаюсь спокойным, пока биткоин продолжает двигаться внутри этого канала, и я делаю короткие сделки. Посмотрим на индикаторы. Стохастик на четырехчасовом находится в зоне перепроданности. RSI находится в средней зоне. Сквейз моменту находится в зеленой зоне. Посмотрим на ленту скользящих средних. Биткоин находится под лентой. Криптогуру-бот дает сигнал на продажу. Биткоин-индикатор-бот также дал сигнал на продажу. Посмотрим теперь на часовой таймфрейм. Что у нас здесь? Здесь мы можем увидеть линию поддержки на уровне 29 тысяч долларов. Стохастик направляется вверх. RSI находится в нижней зоне и также разворачивается вверх. Ну что, из всего, что я сейчас увидел, я бы заходил в лонг по биткоину. И, кстати говоря, я уже стою в лонге, но если бы я этого не делал, то, скорее всего, зашел бы в какую-то такую короткую сделку. Возможно, я даже добавлю сейчас к своей позиции в лонге. Я покажу вам сегодня свои сделки, но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. Вы можете зарегистрироваться по моей ссылке на криптовалютной бирже Bybit и получить бонус 4600 долларов. Если зарегистрируетесь, заведете на бирже биткоин и начнете торговать. И давайте перейдем на мой торговый аккаунт на Bybit. Здесь у меня сейчас 191600 долларов. У меня есть токен BIT на 41870 долларов. У меня также есть CRV на 36100 долларов. У меня также один биток на споте, который сейчас стоит 29300. Ну и это моя сделка в лонг по биткоину, она сейчас, правда, в минусе на 110 долларов. И я закину сюда сейчас еще немного денег, добавлю в эту позицию. Я думаю, что биткоин-таки пойдет вверх, к верхней границе канала. Но давайте еще раз взглянем на график. Стоп-лосс поставим под уровнем поддержки на 28500 долларов. А цейк-профит поставим на верхнюю границу канала на 30600 долларов. Соотношение риск-прибыль таким образом получается 252. Риск 600 долларов заработать можно... А, что-то у меня здесь не то на графике. Сейчас, подождите. Разберусь. Да, так вот, соотношение риск-прибыль получается 252. Риск 601 доллар. Заработать можно 1513 долларов. С 10-м плечом потенциальная прибыль получается 15000 долларов. Ну и давайте вернемся на аккаунт, закончим то, что мы там начинали делать. Добавляю в эту сделку 500 долларов. Какие же там у меня были цифры, черт возьми. Что я там куда ставлю? Цена закупки будет 29098 долларов. Да, 2998. Стоп-лосс на 28500 долларов. Итак, еще раз, 2929... Да что ж такое? 2998. Правильно там все, нет? Да, все правильно. Открываем лонг. Добавляем еще 500 долларов. Подтверждаем. И этот ордер у меня сработает, только если цена опустится до уровня 29098 долларов. Еще раз напоминаю, что вы можете зарегистрироваться на бирже Баббит и получить бонус 4600 долларов. Но опять же, я призываю вас не паниковать, когда вы видите, что биткоин опускается до уровня 28000 долларов. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что биткоин ходит внутри этого канала пока что. Если биткоин все-таки выйдет ниже из этого канала, то вполне вероятно, что он может уйти на 26500, я это допускаю. Если такое произойдет, я думаю, что там будет двойное дно, после которого биткоин развернется и пойдет вверх. Но пока что биткоин ходит внутри этого канала, это нужно учитывать, и здесь можно открывать какие-то короткие сделки. Уже давно биткоин ходит внутри этого канала, когда он здесь вообще начинался. Давайте прямо вот инструментом сейчас померяем, какая длина этого канала. Ну вот, если говорить точнее, то 11, почти 12 дней назад биткоин вошел в этот канал и до сих пор из него не выходит. А если отсюда мерить, то тогда получается 13 дней. В общем, две недели. Это мои сделки, это мое мнение по текущему положению дел на рынке. Спасибо, что смотрели, не забудьте поставить лайк. Ребята, чем больше вы ставите лайков, тем активнее алгоритмы YouTube продвигают наше видео, и мы создаем самое крупное крипто-сообщество в мире. И это крипто-сообщество, конечно, будет самым крутым. Спасибо, что смотрели, с вами был Джеймс, Криптогуру, и увидимся завтра.